друзья всем привет привет решила снять видео время у нас уже шестой час вечера в общем сегодня день такой чуть я то валялась то одно то другое какое-то недомогание сегодня целый день ничего не хотела сделать но готовить надо в любом случае завтра на работу послезавтра на работу думаю надо вставать готовить вот кое-что так приготовила вот сейчас осталось мне тефтели приготовить тефтели темные такие получились я не знаю вам видно не видно сейчас вам покажу девчонки смотрите какие тефтели здесь потому что грибы здесь фарш говядина и грибы нарезанные вот подушкой подушка из капусты лук морковка и перчика чуть-чуть болгарского добавила здесь перемолола блендером помидоры у меня замороженные были немного прям томата добавила бы час зальем и все и пусть они тушат тефтельки немножко на имприм чуть-чуть водички добавлю капельку еще я еще посолим чуть-чуть добавлю все на медленный огонь все закипит и пусть готовится какой-то день сегодня вот прям не знаю вам давление вчера целый день было она горит я пластом весь день вот не созванивались лежала сегодня говорит уже нормально стало все дела переделала в магазин сходила я говорю вам наверное это все таки что-то погодное потому что и у андрея такая же ерунда настроение никакого какое-то недомогание голова не голова вроде как бы ничего и не болит но такое недомогание хочется узнаете стоишь слабость какая-то хочется лечь вот весь день сегодня такая вот ерунда и вот я уже приготовила себе на работу курочку сварила что я там еще а вчера борща варила очень вкусный на завтра мне тоже вообще можно его тефтельки сейчас приготовлю ну вот погода у нас такая замечательная я выходить не выходила потому что вчера пошла в гараж кошек нет чужие кошки я хоть чужим наложила накормила чужих кошек наших так и нет но не знаю может быть прогуляюсь вот сейчас вот подышать воздухом выйти может быть темнеет прям так это вот только-только начало темнеет темнее уже уже позже начинает день прибавился так здорово и воздух свежий так хорошо прям знаете вот окно открыла как будто бы прям весной пахнет хотя январь месяц там еще морозы но так вот прям вот ну тепло хорошо нет такого сильного мороза ну вот так вот а я еще хотела знаете на вопрос ответить там я не знаю под ником но в общем какой-то мужчина может быть этой женщину по под ником мужчины задал вопрос почему мы не показываем нашу свекровь мою свекровь мы может быть не общаемся или не дружим я ждала когда-нибудь начнутся вопросы такие как-то один раз тоже был вопрос но старый наши зрители и подписчики кто-то наверное видел уже что мы бабушки ходили вот ну понимаете человек пожилой и каждый раз снимать она как-то знаете волнуется зачем мы ее будем нервировать травмировать вот для чего это мы решили что мы бабушку снимать не будем бабушки под 90 лет и зачем это надо вот так в общем сейчас я присяду и немножко поболтаю с вами потому что мне стоять как-то тяжко присяду болтаю ну в общем хочу сказать про свою свекровь вы знаете я даже слова свекровь я его не люблю как слова и сноха мне это вообще не нравится и как это звучит грубо но это на мой взгляд может быть это и нормально свекровь сноха но я свою свекровь практически как-то вот туда же как-то свекрови не называю а говорю мама андрея например наша мама у нас как то вот так знаете потому что может быть может быть моя свекровь заслужила это чтобы мы так и я ее так называла потому что у меня свекровь замечательная мы конечно же дружим она у нас пожилой человек и мы дружим но часто так я не хожу ну как я и к своим родителям тоже так часто не хожу может быть это плохо вот но на телефоне я своей своими родителями считаю постоянно на телефоне свекрови звоню тоже но андрей с ней как вот как сын он с гей каждый день тоже на телефоне наша бабушка жила 1 она страдает высоким давлением один прекрасный момент ей стало плохо закружилась голова она упала до этого тоже как то были такие вот немножко так вот такие симптомы ей говорили может быть пойдешь к нам там например мадреи и звал ну и я естественно сестра звала она говорит нет пока могу вот пока шевелюсь нет 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 и вот когда вот был последний раз вот так вот у нее случай все-таки она согласилась но согласилась естественно пойти к дочери но вы знаете даже можете меня и не осуждать потому что я считаю что дочь есть дочь хотя я неплохая сноха и я люблю свою свою кровь например и у нее замечательный сын мы и тоже предлагали вот когда ну вы сами понимаете представьте она не пойдет к дочери а пойдет к снохе естественно и дочь может обидеться просто ну вот так вот и она у нас сейчас у андрея у сестры уже наверное с весны или с лета она у нас там мы ездим туда к ней навещаем ее созваниваемся с ней вот так она у нас в надежных руках мы довольны что она у нас сейчас не одна а живет с дочерью потому что знаете не дай бог что с ней случись опять вот так вот да и просто ужасно мы и говорили говорим мам вот андрей приезжает на 10 дней я и говорю может быть ты тоже к нам все-таки будешь хотя бы на 10 дней сестра в своем доме живет ну и как бы огород вот тогда двор и бабушка когда жила в квартире она в окно хотя бы смотрел там люди движутся ходят там движение какое-то тебе не видно но хотя бы 10 дней к нам она говорит ну я подумаю но я так думаю что она тоже боялась нас обидеть но вы это понимаем она только-только привыкла там к тому месту а будет старый человек дергаться у нее перина своя ей перину привезли своим поселили она спит на ней это каждый раз скажет таскаться туда-сюда мы говорим мама тебе на зале поставим стульчик ты будешь нас смотреть в окно ну там люди ходят вот это все хотя бы движуха какая-то ну вроде я подумаю но все-таки бабушка наша решила и говорит я уж все-таки привыкла здесь мне ну места менять каждый раз вот это вот тяжело но я ее вполне понимаю поэтому как-то это нормально мы не переживаем что она с дочерью у нее замечательная дочь она не обидит внуки замечательный муж поэтому наша бабулечка в надежных руках ну вот так вот раньше как бы мы думали даже допустим бабушка будет старенькая мы так думали потому что все время было я не пойду никуда я буду одна жить но с андреем говорили говорим ну как-то если что надо если она все-таки будет упираться но будем по очереди с ней ночевать допустим ходить то я тут это или там лен сестра вот так потому что моя свекровь это заслужило друзья меня она замечательная за 33 года как мы с андреем живем она ни разу ни разу не полезно нашу семью и ни разу не сказала что-то плохо мне меня чтобы вот обидеть меня никогда в жизни такого не было чтобы она настраивала андрея против нас там или что-то еще как другие случаи вот слушаешь там свекрови нет у меня вообще золото свекрови такой свекровь надо поискать я счастливая меня бог наградил замечательной свекрови я может быть в каком-то видео и говорила что какая у меня свекровь замечательная но вот то что мы не ездим не показываем не все же показывают не вообще же не всю жизнь показываем многого мы не показываем много вы не знаете то что когда это же семейные семейные секреты семейные ценности вы этого много не знаете ну вот немного я спросу кровь рассказал вот так одно хочу сказать она замечательная я очень переживаю что она уже старенькая если с ней что-то случится допустим, ну когда-никогда мы все же со всеми у нас происходит, и все это мы не вечные я просто не могу представить, даже Андрея, например вот он очень сильно любит свою маму вообще, мне даже страшно представить ну вот так он никогда у нас никогда даже в семье не было, чтобы я, например ну вот как в других семьях как там твоя мама Аня сказать, у нас как-то такого вообще никогда не было, ни он моих родителей не трогал ни я, но у нас и было заведено как бы мы с ним когда поженились и был как-то разговор что вот некоторые родители там вот с обоих сторон там бывает, ну обижают между собой, что-то родители вмешивают в свои ссоры Андрей говорит, родители это святое, мы никогда родители не трогаем, ну да и это у нас как бы закол мы никогда родителей не трогаем родители это святое что мои, что его ну у нас как-то и моя мама с зятем нашла общий язык сразу и папа вот а свекровь самая, наверное, лучшая сваха у моей мамы потому что я говорю таких свекрови вообще поискать надо она потеряла молчить нашла молчить вот такая вот моя свекровь вот так нет, она разговорчивая она любит общение но она никогда она под старость лет начала вот на лавочке выходить с бабульками так сидеть и то иногда уже была прям ну как бы уже даже это лет, наверное, 6 было вот это было ей 80 лет и Андрей ее выводил на улицу потому что у нее ноги уже у нее проблемы все в ногах и Андрей ее выводил на улицу чуть не на руках выносил выведет ее она посидит с бабульками и через какое-то время ему звонит например он договор такой у них он звонит она звонит ему он ее везет домой поднимает в общем вот так и она у нас никогда не сидела с бабульками там со сплетницами всякими никогда не сидела не собирала сплетни никогда ни про кого она ничего не знала вот такая вот у меня свекровь вот так и дай бог ей долгих лет жизни пусть она нас радует пусть радует своих детей детей она очень сильно любит внуков никогда никого не обижает не обижала вот такая у нас бабушка замечательная так что друзья дружим еще как мы дружим мы любим свою бабушку нашу маму мы очень ее любим так я сейчас посмотрю у меня память там еще есть а то я боюсь память закончилась пока я сижу калякаю с вами есть девчонки есть и мальчишки а то я вот так вот говорю девчонки девчонки а у нас оказывается на канале то уже и мальчишки есть а я все вот так а то обидится ой ну вот вроде бы я и рассказала больно ничего сегодня говорю толком не делала девчонки единственное что я знаете вот полежу полегче стало встала встала телефон встала думаю сейчас поделаю дела горы сверну встала белье закинула постирать ой нет что-то полежать охота ага легче стало встала пропылесосила думаю ну сейчас протру полы какой там быстрее опять до кровати вообще не пойму что за состояние девчонки может быть выбросы какие может быть на солнце вспышки я даже сама не знаю что такое вот что такое состояние непонятное какое-то я не болею не простыла ничего нет вот непонятно но то что я на диете например я не на диете на марафоне на котором полностью я получаю все белки жиры углеводы все-все-все весь рацион от этого не может быть у меня никогда от этого не было такого состояния хотя я такая испугалась думаю может быть у меня сахар упал мне плохо я попробовала мед вот ничего у меня не стало легче нет просто вот ну бывает такое в общем девочки вот так вот ну все время седьмой час я наверное побегу все-таки кошек посмотрю может быть придут я вчера орала-орала и мурка орала и дымка орала кричала-кричала-кричала-кричала и на мусорку ходила там где они бывали где мусорка ни калошники нет в общем вот так много воды пью воды прям много пью полтора литра не считая чая не считая чая кофе я уже знаете что думаю может быть я кофе пила знаете какое вот это вот ну как бы которая вот варит кофе натуральное может быть у меня от него состояние такое я даже сама не пойму ну в общем девчонки вот так сейчас посмотрим что у меня там кипят-не кипят ой кипит-не кипит девчата какая вкусняшка получается ладно потом я вам покажу пока отключусь потом покажу какие у меня получились тефтели ну давайте я вам сейчас покажу смотрите какая красота вот вот такие вот тефтели вот ну как вы думаете разве от такой такого рациона я могу мне плохо может стать ой девочки сейчас подожди ровненько поставлю вот как вы думаете от такого рациона плохо станет каждый день и мясо и овощи а ужин у меня сейчас будет сейчас тоже покажу что я уже наложила себе на ужин ну помимо меня сейчас мясо будет вот смотрите это овощи тушеные вот такие овощи а еще будет мясцой вот сейчас у меня будет еще курочка вот так что сегодня какой замечательный завтрак был вообще девчонки так что вот на марафоне мне нравится нравится что не надо есть всякую ерунду вот это мне нравится и то что по времени то что несколько раз и нет у меня лишних есть перекусы но лишних нет которые вот мы сами себе ой шоколадку надо с чаем попить убираешься чуть-чуть ой горло пересохло пошла-ка я чай попью не надо ну вот так девчонки ладно не будем уже ждать наверное что вы те все ли не видели в общем вот так ну ладно вот такая вот вот такой вот вопрос был вот я вам рассказала так что девчонки вот так не свекровь а наша мама ну так ну все ладно мальчишки и девчонки всем пока-пока до новых встреч увидимся в следующем видео всем пока-пока пока-пока Продолжение следует...